Оно просто достойное. Достойное реставрации и восстановления. Молодежь учится, уезжает. Молодежь учится, уезжает. Любое, что бы мы здесь не создали, здесь воспользуются и уедут. То есть жалко. Добрый день, Николай Леонидович. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня мы продолжаем нашу встречу с экспертами. И сегодня речь пойдет об одной из знаковых и сопримечательностей Иркутска, о доме Кузнеца. А насколько и почему, в принципе, здание дома Кузнеца необходимо реставрации? Ну, это очевидно. Сам памятник в таком состоянии, а он является памятником, естественно, федерального значения, в таком состоянии, что его, само собой, надо реставрировать. И при том, здание достойное города. Оно просто достойное. Достойное реставрации и восстановления. Николай Леонидович, а на Ваш взгляд, что было бы уместнее разместить в доме Кузнеца? Фериал консерватории или все-таки фериал института искусства? Ну, объекты культуры, это вообще-то хорошо для города. Но вот, к сожалению, наш город, я считаю, что он какой-то транзитный. Молодежь учится, уезжает. Молодежь учится, уезжает. Любое, что мы здесь не создали, здесь воспользуются и уедут. То есть, жалко, жалко в этом плане. То есть, что здесь нужно для города, я не знаю. Но объект культуры, самое достойное размещение в этом здании, что могло бы быть. Николай Леонидович, вот все рассуждения о реставрации до 2018 года. Подскажите, пожалуйста, почему все эти процедуры длятся так долго и как можно ускорить процесс реставрации для достопримечательностей города? Хочу сказать, что, наверное, невозможно ускорить. Но это все равно ничто по сравнению с тем, сколько стоит этот памятник, этот объект стоит. Часто говорят, что снести проще, чем восстановить. Но это здание восстановить несложно. С фундаментами уже занимались, все проанализировали, стоят на хороших грунтах. Все это восстановить можно. Примеры этого есть. Мы восстанавливали в центре города много памятников. Так что это ничто, вот это срок экспертизы по сравнению с тем, что нужно потратить деньги и время на строительство.